За прошлый год на данном участке было у нас так называемое железо аварий больше 118, в которых почти 100 человек пострадало, погибших порядка двух человек у нас было. Подавляющее число аварий здесь происходит при совершении левого поворота. Кроме того, светофоры установлены таким образом, что водители неверно трактуют их сигналы. Глава Перми Игорь Сапко собрал представителей дорожных служб и ГИБДД на выездное совещание, чтобы на месте решить, как в кратчайшие сроки минимизировать риск аварии на этом перекрестке. Для миллионного города вопросы организации дорожного движения, обеспечения безопасности для водителей, для пешеходов, безусловно, является важнейшим приоритетом в работе. Перекресток улицы Островского и Революции, наверное, являются одним из самых аварийно опасных в городе Перми. Точно можно сказать, что это ошибка проектировщиков на этапе подготовки и сдачи этого объекта. Ошибки устранить вполне реально, считают в Пермской дирекции дорожного движения. Для этого достаточно установить дополнительные светофоры и изменить схему проезда перекрестка. Мы хотим добавить сюда секцию. Вот все, что желтым помечено, как для транспорта, так и для пешеходов, будут установлены дополнительные секции. То есть будет полный комплект и двойной комплект дублирующих светофоров. Для водителей, поворачивающих налево с улицы Островского на улицу Революции, предлагается организовать разворот ниже перекрестка. Там же для пешеходов установят еще один светофор. Проект изменения схемы движения уже подготовлен. Все работы здесь должны быть закончены осенью. Мероприятие по реконструкции светофора на перекрестке. Сейчас уже объявлен аукцион. До 1 сентября все работы будут выполнены. По этому светофору завершается разработка проекта этого светофора. И до 15 октября он также будет построен. Пока же в качестве временной меры по снижению аварийности предполагается установить на этом перекрестке знаки, запрещающие левый поворот. С непременным условием, что ГИБТД проведет дополнительную разъяснительную работу с водителями. Антон Шибанов, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.